Собачка Рада. Ее скромность придает ей некого шарма. Сегодня хозяйке домашнего мини-приюта собаки Семашка удалось еще одного из наших хвостиков отвезти на стерилизацию. Ранее это был наш песик-красавчик, а на этот раз в клинике побывала полуголдовалая девочка по кличке Рада. Рада в нашем приюте почти с самого рождения. Ее саму, как и ее двух братишек, подкинули к нам в прошлом году. Сама она всегда была довольно скромной и тихой собачкой, не любитель шумных и, главное, больших компаний. Она не одиночка, нет, хочу это отметить, просто при любом, даже маленьком споре, скорее уступит, нежели будет доводить дело до потенциального конфликта. А в тех же играх всегда предпочитает искать друзей размером поменьше. И может быть поэтому и сейчас она частенько проводит время в кругу подрастающих щенков. Видно, что в общении с ними ей куда комфортнее. При всем при этом Рада невероятно коммуникабельная в общении с людьми и всегда с интересом и любопытством встречает наших редких гостей или же даже тех доставщиков кормов, которых она абсолютно не боится и им радуется. Ее скромность всегда добавляла ей некого очарования. И уверена Марина Бельдеваш, ее покладистый характер сделал бы эту собаку потрясающим компаньоном для любого человека и хорошим, терпеливым другом для маленьких детей. Но увы, пока на Раду так никто не обратил внимания. И она живет в проюте, радуя своим чутким вниманием только маму волонтера и остальных наших хвостатых обитателей. После наркоза чувствует себя еще неважно, если честно, но в целом это в норме. Возможно тут и жара немного вносит свои коррективы в восстановление. Да и несколько нервно у нас сегодня, очень громко. Но женщина уверена, к вечеру девочка уже придет в себя. А мы на этой неделе, если найдутся свободные средства, обязательно еще отведем кого-нибудь из наших хвостиков на стерилизацию. Свободных окон в местной клинике предостаточно. И сейчас новые потенциальные визиты зависят только от наших возможностей. Увы, совсем-совсем скромных.